Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Интервью» и я, ее ведущий, Сабиба Ибусинов. Сегодня мы поговорим о ситуации на рынке недвижимости страны и в качестве эксперта у нас в гостях заместитель председателя правления по развитию компании BI Group Тасбулат Абдулин. Тасбулат Аманжолыч, здравствуйте! Я, в первую очередь, хочу вас поблагодарить за то, что приняли наше приглашение поучаствовать в программе. И еще я хочу напомнить нашим телезрителям, что они могут отправлять свои вопросы к нам на наш электронный ящик, который указан на экране. Давайте начнем. Сначала хочется поговорить в целом о ситуации на рынке недвижимости в условиях экономической ситуации на сегодня. Сегодня, скажем так, экономическая ситуация в стране сложилась не совсем благоприятно, но хочу все-таки сказать, что, как сейчас многие любят говорить, что у нас кризис. Кризис носит все-таки локальный характер. То есть, если взять порядка 200 стран мира, то кризис, наверное, то есть, скажем так, некоторые экономические проблемы чувствуют только порядка чуть более 20 стран. Как правило, это нефтедобывающие страны. В целом, рынок недвижимости чувствует себя достаточно хорошо. Я считаю, что он очень хорошо пережил девальвацию 2014 года. Фактически, объемы продаж снизились в сравнении с 2013 годом буквально на 2-3%. И в целом ситуация остается достаточно стабильной. Цены, мы, скажем так, видим, что они снижаются, но снижаются в достаточно умеренных темпах. И я считаю, что они подходят к какому-то справедливому уровню. Все-таки тень я девальвировал на 20%. И мы постепенно подбираемся к этой отметке, начиная с февраля 2014 года. Давайте перейдем к вашей компании. Сколько начали строить? Если не ошибаюсь, то ваша компания – один из крупнейших застройщиков в Казахстане. Сколько строите? Каковы темпы строительства? Если взять временной отрезок за последний год. Компания строит давно. Но 2013-2014 год на самом деле стал рекордным для компании Beigroup. Доля на сегодняшний день, которая занимает компания, составляет порядка 40% на рынке города Астаны и порядка 10% на рынке города Алматы. Компания строит очень много. То есть могу сказать, что в 2014 году мы реализовали более 5000 квартир. В целом на рынке было реализовано порядка 13 тысяч квартир. Я имею в виду рынок недвижимости города Астаны. Вы где-то строите еще, кроме как Астана, Алматы? Мы строим, конечно, по всему Казахстану, но, как правило, строим, то есть мы участвуем в тендерном направлении, то есть мы участвуем в строительстве, как правило, гособъектов. Жилье, которое мы реализуем на рынке, пока строим только в Астане и в Алматы. Ну вот есть мнение, что застройщики сейчас начали снижать цены на жилье. То есть оправдано оно или нет все-таки? Что вот у вас происходит, как у крупнейшего застройщика? Ну, как я уже говорил, прежде всего, то есть цены начали снижаться уже почти год назад. То есть когда произошел, скажем так, вот этот скачок валюты, то есть цены снижаются, на самом деле, мы поддерживаем. Но опять же, да, то есть за год мы примерно зафиксировали снижение в, скажем так, в долларном эквиваленте примерно 5-10%. То есть считаю справедливым, если мы сейчас снижаемся примерно еще на 5-10%, чтобы достичь, скажем так, 20% этого рубежа, ну, скажем так, и вернем, скажем так, платежоспособность казахстанцев, и, скажем так, вернем, скажем так, доступность этого жилья. А сколько стоит квадратный метр жилья? Вот вы говорили, что делится на эконом, комфорт-класс и элит бизнес. В Астане эконом, скажем так, эконом-класс жилья продается в среднем от 1200 до 1600 долларов, то есть там есть разные разновидности эконом-класса. Сейчас очень популярный стал сегмент комфорт-класс жилья, то есть он как раз продается по верхней планке эконом-класса примерно по 1400-1600 долларов. Эконом от 1200, как я уже говорил, бизнес-класс от 1800 до 2500 долларов за квадратный метр, элит от 2 до 4500 долларов за квадратный метр. Ну, скажите, пожалуйста, вот сейчас правительство инициировало программу «Доступное жилье» в рамках Нурлужол тоже будем строить доступное жилье, так скажем. Принимает ли ваша компания участие в этом? То есть можете обрисовать ситуацию? Нурлужол начинает реализовываться в 2015 году. Наша компания пока в этой программе не участвует, но я думаю, что мы также будем принимать здесь активное участие. Дело в том, что все-таки BI Group уже принял участие в таких крупных, скажем так, масштабах страны, проектах, как Экспо-2017. Мы строим три крупных проекта. Нурлужол, скажем так, программа, будем ее назвать все-таки антикризисная. Она ориентирована на строительство социального жилья. По программе стоимость жилья для городов основной Алматы не должна превышать 200 тысяч тенге в чистовой отделке. Для других городов не более 165 тысяч тенге. То есть в настоящий момент наша компания, безусловно, поддерживает, скажем так, это направление. Однако в данный момент мы не можем предложить жилье по такой цене. А скажите, пожалуйста, сотрудничаете с банками, если да, то какие условия, я имею в виду ипотеку, да, и вы можете рассказать, я, наверное, думаю, что всем зрителям будет интересно, каким образом они могут приобрести у вас жилье, если там недостаточное количество средств накоплено, скажем так. Компания очень плотно работает с банками второго уровня. Однако, скажем так, по результатам последних двух лет работы мы видим, что ипотечного кредитования на первичном рынке жилья практически нет. То есть виной тому является все-таки то, что Национальный банк увеличил, скажем так, контроль над банками второго уровня. Сейчас они кредитуют только то жилье, которое может быть является залогом. В том случае, если наши покупатели хотят купить жилье именно строящееся, то они должны будут предоставить дополнительный залог. Однако, в целом, мы стараемся предложить нашим покупателям наибольшее количество инструментариев. То есть я считаю, что очень удачным является инструментарий именно то, что мы предлагаем жилье с 20% первоначальным взносом, а остальное, то есть уже люди могут платить в рассрочку до конца строительства, либо с 50% первоначальным взносом, и люди могут уже потом платить так, как им захочется. И остаточная сумма денег, которая остается уже к моменту уже въезда человека уже в готовую квартиру, он вот эту остальную часть денег может уже рефинансировать в любом банке второго уровня. Там, я думаю, уже люди получают беспроблемый кредит, так как там, как правило, остается не более 30% от стоимости квартиры, и жилье уже является введенную эксплуатацию, то есть здесь уже при, скажем так, нормальной доходе он спокойно все может получить, оформить и так далее. А вот давайте, скажем, вот допустим, однокомнатная квартира в среднем квадрат и вот цена? Давайте так, 40 квадратных метров однокомнатная квартира, цена давайте 1400 долларов, это примерно 56 тысяч долларов, то есть человек может оплатить половину стоимости, то есть это 28 тысяч долларов, остается 28 тысяч долларов, например, на один год. То есть ему необязательно заплатить все 28 тысяч долларов в течение этого года. Он может заплатить, например, 10 тысяч долларов или 6 тысяч долларов. То, как он считает возможным, то, как позволяет его доход оплачивать. Допустим, он заплатил 6 тысяч долларов в течение года, по 500 долларов в месяц. То есть у него остается, то есть к оплате 22 тысячи долларов. Вот эти 22 тысячи долларов он, скажем так, получает в качестве рассрочки от компании. И потом уже, когда он получает готовое жилье, то есть он уже делает ремонт, въезжает в нее, мы вводим в эксплуатацию это жилье под всем документом, он уже обращается в банк и может получить и платить скрыть на эти 22 тысячи долларов. То есть компания эти 22 тысячи долларов уже получает в конце. В принципе, мы считаем, что этот механизм является, скажем так, одним из заменителей ипотеки. А насколько он популярен? То есть инструментарий был введен не так давно, всего лишь несколько месяцев назад, но он уже на сегодняшний день набирает обороты. То есть люди его начинают ценить. – Хорошо, давайте поговорим о строительных материалах. Какие вы используете у себя при вашем строительстве? Есть ли казахстанская доля? – Мы, прежде всего, конечно, ориентированы на нашего клиента и стараемся приобретать только тот материал, который, по нашему мнению, является наиболее качественным. Естественно, здесь есть доля импортных материалов. Конечно, как казахстанцы мы делаем упорно именно на местный материал, но, скажем так, по части технологического оборудования, фасадных систем, материал для чистого отделки, естественно, это импорт. Прежде всего, это, конечно, Российская Федерация и, ну, это Европа и Южная Корея. – То есть нише свободно казахстанские бизнесмены могут ее заниматься? – Безусловно, безусловно. – Главное, чтобы было качество. А вот и еще давайте все-таки перейдем, вернемся к вопросу о снижении жилья. Аналитики говорят, что к концу марта, то есть стоимость жилья снизится все-таки, это как расценивать эти прогнозы. Как вы думаете? – Я занимаюсь аналитикой порядка 12 лет. Я не могу сказать, что, как сейчас говорят аналитики, будет какой-то серьезный скачок вниз, потому что он уже, скажем так, цены снижаются уже порядка года, то есть они плавно снижаются. – Постепенно, да? – Да. И мы должны понимать, что мы сейчас заходим в весенний период, традиционный сезон, скажем так, роста цен на недвижимость, роста объемов продаж. В этом году я не думаю, что, конечно, будет серьезный скачок именно вверх, но я не думаю, что будет сильного снижения. То есть здесь нет никаких предпосылок, ни экономических, никаких фундаментальных предпосылок для этого нет. – Давайте поговорим о планах, то есть что вы намерены делать в ближайший бизнес-план на ближайший год? Вы намереваетесь наращивать строительство, немножко его снижать или вот в том же темпе двигаться? – Сегодня мы ориентированы все-таки сохранять темпы, которые мы набрали в предыдущие годы. Естественно, наверное, рынок здесь нам будет диктовать, именно как мы будем развиваться. Но в целом мы сейчас уже, скажем так, ищем продукты-заменители, то есть стараемся все-таки уходить в более, скажем так, недорогие сегменты, уже меняем, скажем так, продуктовую линейку, то есть стараемся реагировать на рынок. Прежде всего мы начнем предлагать более доступное жилье. также компания активно будет застраивать коммерческую недвижимость, окупаемость которой порядка 8-10 лет. И, скажем так, даже если будут какие-то небольшие экономические проблемы в стране в течение двух лет, одного-двух лет, то в целом на жизненный цикл этих проектов это сильно не повлияет. А вот какая новая линейка? Доступного жилья? Да. То есть мы, скажем так, в большей степени просто будем выпускать продукты эконом-класса, то есть это будет эконом-класс, который мы будем представлять в различных районах города. Если взять город основном, например, это будет как и левый, так и правый берег. То есть будем стараться, скажем так, предлагать квартиры где-то, может, даже меньше площади. В целом это то, что мы называем эконом-класс. Будем его, прежде всего, развивать. Вопрос. Вы не хотите направить свою деятельность в регион, потому что все-таки ниша, наверное, свободна там или все? Ниша, на самом деле, там достаточно свободна. И в 2015 год как раз мы собираемся уже начинать строить большие количества жилых комплексов в городе Ламаты, а также в крупных областных центрах, таких как Ахтау, Ахтобе. Возможно, будем строить и на юге Казахстана в Ченкенте. Ну, если, я думаю, мы обговорили весь спектр вопросов, которые мы хотели сегодня поднять, и время нашей программы подошло к концу. Я хочу вас поблагодарить за участие в программе, Тазботов Анжелович, и пожелать вам успехов, больше строить жилья и как можно доступнее для нашего населения. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель председателя правления по развитию компании BI Group Тазбулат Абдуллин.